Хлеб социальный, ржаной, булочки, рогалики, батоны. Продукции на 936 миллионов тенге реализовал в прошлом году Петропавловский хлебобулочный комбинат. Несколько десятилетий выпечка предприятия пользуется большим спросом у горожан. На полках в магазинах она не залеживается. На этой неделе появилась информация, что хлеб в Казахстане подорожает. Так ли это, узнаете у Гульнарыкали. Запах свежего хлеба разносится по всему цеху. Здесь выпекают более 70 наименований хлебобулочных изделий. Большим спросом у потребителей пользуется хлеб особый Петропавловский. Для его изготовления отведена отдельная линия. Уже больше двух десятков лет здесь работает пикар Татьяна Коростелева. В день через ее руки проходит не одна сотня буханок хлеба. У нас автоматизированная печка. Я контролирую вес тестовых заготовок, поправляю, формую их. Вес тестовой заготовки 650 грамм, а готовой продукции 550, чтобы происходит упек. Для улучшения качества хлебобулочных изделий на предприятии третий год подряд проводят модернизацию оборудования. В 2015-м на эти цели затратили 52 миллиона тенге. 40 из них оформили по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса». В месяц на предприятии выпекают до 600 тонн готовой продукции. Только за прошлый год хлебобулочных изделий реализовали на 936 миллионов тенге. Это на уровне 2014 года. 7200 в год получается. Реализация у нас идет стабильная. Так же дальше планируем развиваться. Сейчас модернизация идет у нас внутренняя. То есть основные средства уже закуплены. Сейчас идет доработка их получает. Кстати, цены на свою продукцию производители сдерживали до сегодняшнего дня. 14 января ржаные сорта хлеба подорожали. Но надо отметить, незначительно – всего на 5%. К примеру, в Сибирске стоил 79 тенге, теперь 83. Батон ржаной был 60 тенге, сейчас – 68. Произошла просто корректировка. В связи с удорожанием масел, необходимых средств для производства данного хлеба, это в районе 70-80 тенге, 85. Конечному потребителю это будет стоить, обойдется ржаной хлебом. А вот цены на социальный хлеб, который сейчас стоит 45 тенге, и особый Петропавловский ПО-65 пока остаются на прежнем уровне. Но в ближайшее время производители намерены их поднять. Заявка предприятия находится на рассмотрении в антимонопольном ведомстве. Кстати, горожане к росту цен отнеслись с пониманием. Сейчас все дорожает, так что как будет цена, так и будет. Так мы будем брать. Будем сами печь, если сильно дорого будет. Батон беру, булочки беру. Все свежее, все мягкое, вкусно. Хотелось бы, конечно, чтобы не повышалось. Отмечу, хлебобулочный комбинат обеспечивает своей продукцией 70% петропавловцев. Хлеб, булочки, печенье продаются в 23 торговых точках областного центра и в четырех районах Северного Казахстана. Гульнара Кали, Арман Джамангузов. Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова